Как определить, что ты живёшь в семье из чувства любви или из чувства долга? Хороший вопрос. Томите, что любовь — это очень высокая вещь. Любовь настоящая развивается, когда у людей появляется взаимность. Взаимность — это когда два сердца уже чисто открылись друг к другу. То есть это нужно времени. Сначала человек просто служит близкому человеку, пробиваясь к его сердцу. То есть происходит постепенное увеличение благодарности у того, кто принимает служение. Со временем тот, кто принимает служение, начинает чувствовать такую сильную благодарность, что возникает взаимное чувство такой, благодарность уже становится явным. Человек реально делает выводы, что у меня необычный человек, очень хороший человек со мной рядом живет. Но только после того, как он сам начнёт служить уже, а не пользоваться, только с этого момента начинается любовь. То есть любовь — это взаимное чувство, оно не может быть односторонним. И любовь на самом деле очень редко встречается вообще в семье. В основном люди наслаждаются друг другом, и это называется вожделением. Они просто используют энергии любви, и поэтому рано или поздно у них чувства друг другу обязательно высыхают. Люди, которые просто наслаждаются друг другом, это вопрос просто времени. Ну а куча на 7-8 лет максимум можно наслаждаться друг другом, а дальше чувства высыхают и становятся неприятными. Для того, чтобы вожделение превратилось в любовь, для этого надо служить Богу, копить это чувство бескорыстное. У нас нет бескорыстного чувства. Копить от Бога бескорыстное чувство и отдавать его другим, близкому человеку. Это надо просто почувствовать. Я не могу вам объяснить, чем корыстное чувство, желание служить Богу, допустим, приготовить, отличается от бескорыстного. Бескорыстное чувство очень возвышено по природе. То есть ты хочешь не просто приготовить мужа, а приготовить ему такую освященную пищу, чтобы он возвысился. Бескорыстное чувство к мужу означает, что ты чувствуешь его хорошим человеком. У тебя к нему глубокое такое уважение в сердце. Ему хочется что-то сделать хорошее, даже несмотря на его недостатки в секторах и поведении. Бескорыстное чувство возникает в результате внутренней силы человека. В результате того, что он работает над собой, молится постоянно, пытается чисто и светло относиться к людям. Это означает, что он имеет божественную природу. Потому что те люди, которые имеют демоническую природу, они всегда видят недостатки, ищут недостатки. Божественно настроенные люди стараются видеть в окружающих хорошее, верить в их хорошие качества. И то же самое и в семье. Хотя в семье верить в хорошие качества близкого человека очень сложно, потому что близкие любят друг другу постоянно доставлять боль, страдания. Тем не менее, это возможно, если настраиваться очень серьезно на духовную жизнь и настраиваться, менять отношения с близким человеком. Когда близкий человек меняется в результате твоего служения, наступает любовь. Любовь означает взаимное желание служить, желание заботиться, уважение с обоих сторон. Нужно несколько лет, чтобы вожделение превратилось в любовь, тяжелого труда, такого внутреннего смыслительства. Большинство людей этим не занимаются. Они живут просто так, друг с другом наслаждаются, потом бросают друг друга. Это жизнь страсти называется, семейная жизнь страсти. Жизнь благости, возможно, если у человека есть высшая цель жизни. Благостно можно жить с близким человеком, если ты супругой не ставишь высшую цель в своей жизни. Часто люди привязываются друг к другу, пьют друг от друга кровь. Потому что если человек привязался не к Богу, тогда он требует больше, чем положено от близкого человека. Мы души по природе, нам надо очень многое. Нас удовлетворить только Бог может, человек не может нас удовлетворить. Мы когда начинаем требовать друг от друга больше, чем положено, начинаются раздоры, скандалы, разочарования. Почему? Потому что человек не Бога ставит высшую цель, а человек. Это всё просто теория для вас. Если вы начнёте думать о Боге, молиться, служить, тогда это всё превратится в правду. Вы поймёте, как любить Бога, учиться, как правильно относиться к близкому человеку. Понимаете, проблема заключается в том, что вкусы отношений бывают разные. Бывает вкус супружеской любви. Это очень возвышенный и чистый вкус. Он возможен в основном только с Богом. Бывает вкус родительской любви. Это очень возвышенный вкус. Он тоже как бы труднодоступный для человека. Бывает вкус дружеской любви. Это тоже очень возвышенный вкус. Бывает вкус служения. Это уже ближе к человеку. Возможность служить бескорыстно. И бывает нейтральный вкус также. Вкус нейтральных отношений. Нейтральных означает, что ты ничего не хочешь от человека, но всегда готов ему служить. Так вот, вкус нейтральных отношений самый доступный. И он сразу приводит к счастью. Но нейтральные отношения возможны, если у тебя с кем-то есть отношения взаимности. Если у тебя нет, допустим, отношения взаимности с Богом, если ты Богу не молишься, Ему не служишь, то ты не сможешь быть удовлетворён в жизни, потому что всегда нужна взаимность, отдача. Но если говорить о супружеских отношениях, то там никогда никакой любви не бывает. Бывает только взаимное желание эксплуатировать друг друга, которое максимально выражается в половом желании, желании секса. Женщина во время секса испытывает чувство обладания и как бы собственности, когда она обнимает мужчину. А мужчина чувствует желание эксплуатировать женское тело. То есть он находится в таком состоянии желания наслаждаться женским телом. Женщина наслаждает чувством обладания. Это эгоистические чувства как у того, так и у другого. И ничего улучшилось любовью это вообще не имеет. Это иллюзия думать, что это всё любовь. Любовь между мужчиной и женщиной начинается с нейтрального вкуса. Желание служить и ничего не иметь взамен. Один мой знакомый рассказывает, что он пришёл с духовным учителем и сказал, «Я уже своей жене и это простил, и это, и уже от неё ничего практически не хочу, а только служу ей. И у меня пропал интерес к личной жизни». Говорит, «Мне уже ничего не надо, я ко всему привык уже. Все припабахи её я уже терплю, и у меня как бы нет никакой необходимости уже вообще жить с женщиной, потому что я всё принял. Он говорит, «Вот теперь ты будешь счастлив в личной жизни. Останься с ней, продолжай жить, и увидишь, как она начнёт меняться, она станет тебе благодарна». То есть он достиг нейтрального вкуса. То есть ему уже ничего не надо от близкого человека вообще, но он хочет служить, готов служить. И тогда благодарность близкого человека начинает расти. И вот это вот. И потом появляется взаимность со временем. Эта взаимность приводит к следующему вкусу. Вкуса служения, вкуса слуги. Ты становишься нейтрален по отношению к близкому человеку, а хочешь ему служить, и он хочет тебе служить. Взаимное служение наступает. Но супружеская любовь, по факту, настоящая, возможно только с Богом. Когда люди пытаются вкус супружеской любви эксплуатировать в отношениях с другим человеком, это вызывает жуткие страдания. Когда ты с близким человеком относишься внутренне очень уважительно, готов ему всегда служить, и не требуя служения к себе, тогда это вызывает удивительно высокий уровень счастья в отношениях. Конечно, ты воспринимаешь супругом близкого человека, но, понимаете, супружеские отношения настоящие, возможно только в другом мире. Это очень сильные энергии, там очень сильная энергия в ней. И человек не может выдержать эти энергии супружеской любви, настоящей. Когда по-настоящему супружеская любовь рождается, очень сильная в сердце у кого-то, к человеку, допустим, то это сразу превращается в вожделение. И чем больше влияет вожделение на человека, тем тяжелее это терпеть. Допустим, когда сильная влюбленность у человека достигает максимума, то близкий человек обычно бросает, он не может это вытерпеть, потому что эта влюбленность, она сковывает жизнь близкого человека. То есть человек настолько сильно влюбился, что он шагу не дает шагнуть, полностью хочет внимания, требует себе, но человек не может столько внимания давать, ограничивать себя столько в жизни, как мы требуем за нами, как мы этого хотим. Поэтому результат печальный очень. Человек не выдержит и бросает. Но когда отношение служения нейтральное, оно постепенно вызывает чувство гармонии и счастья в отношениях с человеком. К нему светлое, чистое, легкое чувство возникает. Не тяжелое чувство зависимости, а легкое чувство служения. Тебе нравится жить с этим человеком, ты ему служишь, я легкое чувство в сердце к нему. Ты видишь в нем чистоту, хорошие качества, но ничего не желаешь. Он говорит, я тебя брошу. Ты говоришь, как считаешь нужным? Это твое личное дело. Но так как человек служит, он исполнен достоинство внутреннего раз и независимость от блага. Когда человек служит, у него привязанность уменьшается, а радость жизни с человеком увеличивается. Когда человек эксплуатирует другого человека, то он увеличивается привязанность и зависимость от него. Когда мне говорят, тебе я тебя брошу, я говорю, как считаешь нужным? Человек не может бросить, потому что он скован благодарностью. Ну то есть человек хочет бросить, но он чувствует, что это неправильно, потому что тот человек старается для него, служит, любит его, заботится. Как такого человека можно бросить? Это чувство благодарности, оно сковывает, не дает возможно бросать, даже если человек духовно не разумен. Но когда люди не служат друг другу, их сковывает привязанность друг к другу. Эта привязанность, она действует, пока не остывает хотя бы один из близких людей. А остывать придется, потому что так действует карма. Когда один из близких начинает остывать другому, то у него привязанность, она превращается в антипатию, отторжение. И тогда он бросает. Он уходит от того человека, которого сердце его отторгает. А у того это вызывает жуткую боль, потому что привязанность реализованная, она как кусок мяса из сердца вырывает. Человек страдает очень сильно, мучается от этого. Понятно, да, система? И это обычно бывает в жизни людей. Возможность наслаждаться другим человеком ограничена по времени. Если люди не начинают развивать правильные отношения, отношения служения и возвышенной любви, если они не служат Богу, если они не передают эту чистоту близкому человеку, то рано или поздно отношения разрушаются. Это неизбежно. Раньше в древней культуре отношения не разрушались. У таких людей люди жили из страха, что их отвергнет общество вместе. Но гуляли при этом. Только там. Такого.